Приветствую вас, Дарья. Вы знаете, я понимаю, что вы хотите от нас каких-то рекомендаций, я понимаю, что вы хотите советов по поводу того, как вам в этой ситуации поступить. Я понимаю, что вам хочется, чтобы мы высказали вам конкретный совет, что делать, помогли. Но правда заключается в том, что этого сделать мы, к сожалению, не можем. Мы не можем дать вам совет просто потому, что это было бы неправильно с точки зрения профессиональной этики. Вот. И поэтика запрещает психологам давать прямые советы, прямые рекомендации и так далее. Мы можем разобрать с вами определенные аспекты, мы можем дать какие-то рекомендации вам. Но мы не можем, не имея права давать каких-либо советов. Вот. Поэтому, соответственно, здесь, к сожалению, вам помочь вряд ли кто-то сможет. Вот. Вот. Значит, смотрите, что я увидел в вашем тексте. Да? Вот именно в вашем тексте, что я увидел. Я увидел в нем, в вашем тексте, во-первых, обесценивание. То есть вот прямо сразу, сходу вы пишете о том, что такая проблема, как у меня, да, будет у многих моих ровесников. То есть вы уже как бы здесь начинаете с обесценивания себя. И это на самом деле уже показатель, что вы себя обесцениваете, что вы, возможно, не принимаете себя всерьез. Вот. Возможно, вы как-то еще к себе относитесь. Вот. Как-то, как мы знать не можем. Вот. Но первое, что нужно, это, конечно, обращать внимание на ваши чувства, на ваши желания, на ваши переживания, на ваши эмоции, вот, которые у вас имеют место быть. Вот. Потому что на самом деле это едва ли не самое главное здесь, на самом деле это едва ли не самое важное здесь. Потому что именно вы определяете, что и как в этой ситуации вы делаете, как вы в этой ситуации поступаете и так далее. Вот. В вашем тексте я вижу, к сожалению, в некоторой степени ориентирование на свою маму, да, вот, и решение чего-либо именно с мамой. То есть вы решаете что-то именно вместе с мамой, а не, значит, с собой, да, вот. Давайте разберем более подробно сейчас то, что вы напишете. Так, значит, наверное, так, значит, 16 лет я поступил в музыкальный колледж, а над выбором особо не задумывалось, так как до этого специально ездил в другой город, в крутую музыкальную школу вместо четырьмя девочками. Понимаете, вот у меня такое ощущение, да, возникло, что вам нравилось не столько занятия в колледже, а сколько времяпровождение с друзьями. То есть вот, ну, в определенном, в определенном, как бы, коллективе. С определенными людьми вам нравилось проводить время и по этой причине вам и нравился музыкальный вход. Вот, и вы это делали все не для себя. Вы это делали скорее, потому что это было социально значимо. Вот. Ну, судя по тому, что я могу следить, да, вам было в кайф не петь именно, а вам было в кайф именно делать это вместе с кем-то. Вот. А вам было в кайф именно заниматься этим вместе с кем-то. То есть здесь скорее на передний план, на первый план выступают ваши потребности в социально значимой деятельности. То есть в деятельности, где бы вас, ну, может быть, как-то заметили бы в деятельности, где вас как-то, ну, определили, да, вот, и так далее. То есть мне кажется, что история именно такая. Такая. Вот. Вы пишите, что вместе выполняли дюзе, вместе пели, поэтому мне понравились такие поездки. То есть нравилась не сама музыкальная школа, да, не то, что вы делаете, а нравился именно вот процесс, да, то есть процесс взимодействия с другими людьми. Значит, когда школа подходила к концу, мама сказала, что логично будет поступать именно по музыке, раз уж я так долго ездила по электричкам, потратила на это свои силы. Интересно, что это сказала мама, что это сказали не вы, а ваша мама. А вы-то сами что думали? Вот дальше уходить на этот момент решил я точно-точно после 9 класса, так как все мои друзья-раведники тоже шли в колледжи, да и мне казалось, что за партой я уже засидел. Ну, понимаете, вот это тоже то, что называется в, ну, скажем так, в некой такой доработке, то есть, что это значит, ушла из 9 класса, потому что все мои друзья решили идти в колледж. Зачем здесь вы и ваши друзья? Зачем это ощущение, что вы боитесь поступать так, как, значит, не будет социально одобряема вашими друзьями. Такое впечатление складывается, по крайней мере. Вот. Значит, а дальше, что значит засиделось? То есть, что конкретно вы в это складываете? То есть, вы же не сидите за партой, вы учитесь, по идее-то, вы учитесь, чтобы, ну, чтобы что-то, знаете, то есть, это не просто обучение, да, а вы учитесь именно, чтобы что-то. И засиделось за партой, вот эта фраза, да, она здесь, ну, скорее смотрится, опять же, как в большей степени социально значимый. То есть, это именно такое вот социально значимое действие. Вот. Это не что-то, связанное именно с вашей личностью. Понимаете? Вот. То есть, непонятно, исходя из вашего текста, хотели вы учиться в школе, не хотели вы учиться в школе, и ради чего вы учились в школе, и для чего вы учились в школе. Старивается ощущение, что вы привязаны к своему, ну, вот, социальному кругу, который вы держитесь, да, и который, по сути, боитесь потерять. Так, значит, для поступления выбрала две специальности, актер и вокалист. Ну, опять же, опять же, чем вы руководствуете? Что нравилось именно? На актера не пошла, но меня хотели взять в точек колик на социально-культурную деятельность. Погуглила профессии, и она мне запала в душу, решила, что всё, это оно. А что такое социально-культурная деятельность? Всем она вам понравилась? Этого вы не раскрываете, а зря. Зря, зря. Это очень важный момент. Я не шучу. Это очень важный момент. Так, новоколица прошла и в свой, и в мамин, и в мамин, и в мамин приоритетный колледж, и в ещё один. Решили с мамой, и в стараться с самой общежитивной деятельности, пошла и с детства стремилась петь, а разве? Иду именно туда. У меня только один вопрос, почему всё это решается с мамой? На самом деле. То есть мама здесь вообще, какое отношение имеет ко всему этому? Как у вас вообще отношение с мамой складывается? То есть насколько она близка к вам, и насколько она участвует в том, что вы делаете? Потому что вот мама не должна обещать эти вещи. Вот. Ну и опять же, да, я с детства стремилась петь. Ну так судя, потому что вы отбитываете, вы не петь стремились. Дальше. Первый деметр прошёл хорошо, было весело, довольно интересно в новой обстановке. Понимаете? Ну вот не на то вы ориентируетесь. Ну вот непосредственно в своём поведении. Понимаете? Ну не на то. То есть вам ориентироваться нужно на занятие профессией, на занятие специальностью, которая вам подошла. А вы ориентируетесь на интересное и необычное в новой обстановке. Понимаете? То есть это, ну, как будто не ориентир вовсе. Понимаете? Как будто это вовсе не ориентир для вас. Как для специалиста будущего. Понимаете, какая я стор? У меня вот складивается... Ну, такое вот впечатление, что не для обучения вы пошли туда, не для обучения, вот никак не для обучения. Понимаете? Дальше. Так. Вот, за второго симметра, оказывается, больше прогулялась, чем проучилась. То ли все вокруг меня стало слишком неинтересным и сложным, а в чем неинтересным, чем сложным, то ли я просто перегориваю, стану часто случаться, поэтому мне приходится приключаться с одного на другое. Понимаете, перегорание и, соответственно, переключение, это не выход, это самодутый круг. Понимаете, если человек перегорает, это означает, что он занимается ничем, чем нужно, значит, он не слушает себя, не слушает свои чувства, что не умудрено при условии, как у вас складывается, соотношение с вашей мамой. Вот, поэтому здесь надо сказать точно, что, когда вы переключаетесь с одного на другое, вы ни в коем случае не решаете проблему перегорания. Хоть вам может быть и кажется, что вы ее решаете, на самом деле нет. На самом деле, вы ее не решаете никак. На самом деле, проблему перегорания, проблема перегорания связана, еще раз повторюсь, с эмоциональной грамотностью и с взаимодействием с вашими чувствами. Вот. То есть, дело здесь ни в коем случае не в том, что вы переключаетесь. И то, что вы говорите, да, что вот я переключаюсь и поэтому мне приходится, это тоже крайне неверная и деструктивная аллогическая цепочка. То есть, вы перегадаете и вы вынуждены, вы вынуждены, вы не видите другого выхода, кроме как приключиться с одного на другое, но проблему это не решает. Никак не могла заставить себе ходить. А почему? Вся учеба для меня превратилась в плашную музыкальную школу, которую я под конец уже еле выносил. Нравились мне не только сами уроки вокала, а чем нравились. Я как-то не задумывался, кроме вокала будет и куча других нелюбимых, но и примеров. А почему не задумывались? Почему вы это не прогнозировали, да? В какую выгоду вы получаете от того, что вы ленитесь? Ну и вылилось это то, что вот конец здоровой смеси реально брала массу, огромную кучу хвостов. Но это опять же, да, это вы на вы набрали. Вы набрали почему-то. То есть это вот вы, знаете, вы пишете так, как будто это происходит не с вами. На самом деле это происходит только с вами, больше ни с кем. И, соответственно, это нужно искать, почему конкретно так произошло. Так, я твердо решил, что буду выглядеть хорошо и продержал с этим желанием месяц. Ну опять же. Опять же. Тут такая история, да, то что, ну вы решили, а на основании чего вы решили. Да продержится в месяц. После этого я два с половиной месяца не могла заставить себя туда пойти, мне это неинтересно. Ну вот, понимаете, да, то есть расслаб, вы себя запринезаете, запринезаете, а потом взрываете, если уже не хотите ничего делать. То есть основная ваша проблема не в том, что вы быстро пригораете, а в том, что вы не занимаетесь тем, что вам действительно интересно. Не адаптируетесь, не видите, не видите живой обратной связи. Вот. Это может быть связано как с отсутствием ответственности за свою жизнь, так и с тем, что вы просто не прислушиваетесь к своим чувствам. После этого я два с половиной месяца, так, мне это неинтересно, собственно, в этом же семестре меня чуть не очислили, но я все-таки опять закончил, опять же, с огромными хвостами. Что именно неинтересно? То есть, почему вы считаете, что делом нужно заниматься только когда оно интересно? Какие у вас взгляды на этот счет? Вот. Передала пару примеров, проучилась опять же месяц, на этом все, уже почти два месяца я там не появляюсь. Почему? То есть, что значит не появляются? Это не, как бы, изложение фактов. Я не появляюсь, потому что, обоснование, чем я себе объясняю, то, что я не появляюсь, то, что я не учусь, то, что я рискую быть отчисленным, и то, что я в конце каждый раз, как бы, собираюсь, да, и удерживаюсь на плаву. Разберитесь. Либо с сами, либо с психологом. Надо сказать, что одновременно с учебой я занимаюсь СММ, раскруткой управления групп в социальных сетях. Для этой профессии нужно лишь пройти курсы. Мне все это происходит из-за иллюзии моей уже взрослой работы. Может, все это происходит? Да нет. Понимаете, здесь, скорее, деньги, здесь, скорее, опять же, социальная значимость, да, которая, скорее всего, перекликается с тем, что вам в душу запала, запала вот та социальная, культурная деятельность, на которой вас хотели взять в университете, куда вы шли на актера, ну, на актрисы. Вот, я думаю, что в этом все дело. И дело здесь не в деньгах. Хотя, опять же, может быть, все дело в ответственности, не знаю. Проблема еще в том, что я не вижу дальнейшей перспективы своей локальной деятельности, кроме как давать детям честные уроки пения, что я начала делать, мне пока нравится. Так, а-а-а, петь, а-а-а, соответственно, выступать, а-а-а, как же это все, с чем связано, с чем это связано. А-а-а, что мне делать с музыкальным колледжем? Да, разберите сперва своих чувствах, разберите сперва, где вы, где другой человек, чем вы руководствуете при реализации того или иного вида деятельности в своей жизни, там уже будет видно. Пока-то мне представляется так, что музыкальный колледж, если вы не видите перспективы, если вы не планируете в этом развиваться, то смысла в нем как бы нет. Ну а отдельная тема для разговора является то, что вы боитесь реакции к маме. То есть это такая созависимость к маме, то есть зависимость от ее мнения и, соответственно, неуверенность в себе. Вот, значит, так, она очень эмоционально воспринимает мое решение о будущей профессии, так и за эти два года я хотел быть и переводчиком, и логистом, и пиар-менеджером, и кем-то еще. Вот, но не очень понятно ее эмоциональный всплеск, да, то есть такое впечатление, что она пытается реализоваться за счет вас. И вы чувствуете себя ответственно перед ней, и вы испытываете перед ней чувства, чувства видны, возможно. Вот, волной на себя вы чувствуете, что чересчур обязаны ей, и поэтому вы обецениваете свои чувства, и соответственно, поэтому у вас не получается ни то, ни другое. То есть до конца не получается действовать для себя, и до конца не получается действовать для нее. Вот, поэтому от чувства вины можно избавиться. Вот. Или есть мысль доучиться, раз мне осталось? Перевестись на бюджет, другой, или на честного курса. Нет. На этот вопрос вы найдете ответственность. Есть мысль доучиться, раз мне осталось два года из четырех. Я пока не представляю, что еще целых два года будут проходить. А противоречие, Дарья, вот противоречие. Если вы говорите, что вы не представляете, как вы будете учиться, если вы говорите, что не представляете, как будете два года туда еще ходить. То есть вот определите, что не противоречие. Либо вынесите его на обсуждение, и поставьте запрос снять его, снять это противоречие. Или решите его сами, и тогда уже думайте дальше, потому что пока будет противоречие, пока не будет такой вот единой, единой четкой позиции, то ситуация не нормализуется никак. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.